МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Питание – это любовь. Горячо и вкусно. Попробуйте сами. Кондитерское производство, оно тоже немножечко волшебное. Продукт должен обязательно иметь творческий подход, потому что он живой. Мы с вами усилим ароматику пряного компонента, либо более свежего. Это совместная работа. Нельзя ее к какой-то определенному человеку лицо отнести. Это командная работа. Если вы когда-то в детстве, как я, например, мечтали попасть на кондитерскую фабрику, у вас есть такая возможность. Пищевая промышленность всегда вызывает любопытство. Напичканная бездушными машинами, она делает то, что ближе всего нашему сердцу и желудку. Приручить технику и заставить ее выпекать для нас завтраки, десерты к обеду и к ужину. Как они это делают? Отправляемся на кондитерскую фабрику. Раз в три месяца от маркетологов кондитерской фабрики ждут чего-то нового. Нужна идея. Новый сорт печенья. Или другой вариант. Доработка. Можно внести изменения в уже имеющийся продукт. Что касается структуры, девочки, мне кажется, ему все-таки по структуре нужна доработка. Потому что продукт интересный, достаточно яркий, но в структурном варианте по слоистости я бы все-таки его доработала. Хочется сильно переборщить с ароматом данного продукта, потому что продукт сам по себе уже интересен, потому что, в принципе, такого баналогов на рынке данного продукта нет. И я считаю, что дорабатывать стоит, но нет. Дегустация – обязательная процедура. Даже если кто-то из них не любит печенье. Ничего личного. Рабочий процесс. Хорошо, давайте таким образом поступим. Мы с вами усилим ароматику пряного компонента, либо более свежего. Пряного, да? То есть пряного, свежую ноту мы не трогаем. Оставляем, да? То есть вот эту вот нежную нотку такого доброго завтрака, интересного, теплого. Так, хорошо. Я абсолютно с вами согласна. Мы сделаем доработку, когда будут готовы у нас образцы, Татьяна, на дегустацию. Через пару недель можно будет уже провести повторную дегустацию. Всем удачной работы. Всего доброго. Они с нами прощаются, а маркетологам – всем оставаться на своих местах. За закрытыми дверями они будут обсуждать концепцию нового продукта. Потребители удивятся. Такого они еще не пробовали. Но об этом позже. Пока маркетологи секретничают, в цехах плывут по конвейеру традиционные, уже полюбившиеся многим печенья. Затяжные, сахарные, крекеры, сдоба. Кстати, прежде чем из теста получатся печенье, его проверяют металлдетекторами. Несколько раз. Мука поступает на кондитерскую фабрику огромными партиями. Мало ли кто и что мог потерять в тоннах сырья. Начальник цеха Елена Хамутянская обеспокоена. Есть подозрение, что в процессе производства нарушилась форма и размер печенья. Так, у нас были, в принципе, вопросы по четвертому, шестому и, наверное, по десятому ряду, да? Есть 25, два, четыре, четыре. Угу. Это у нас шестой, да? Да, шестой. Ну, а теперь то же самое, только после выпечки. Такие замеры на кондитерской фабрике делают раз в 15 минут. Печенье должно быть определенного размера, не больше и не меньше. Иначе не влезет в упаковку, а значит, в брак. Знаменитое печенье «Юбилейное» появилось в Москве в 1913 году. На фабрике, где заправляли французы. Это был подарок императорской семье Романовых к 300-летию династии. Юбилейное и сейчас по-прежнему популярно. Вкусы не изменились. Менялось лишь название. В 90-е годы, когда начал развиваться рынок и в молодую советскую Россию плынули инвесторы из разных краев, то очень большую роль они отводили прежде всего не реконструкции фабрик, не в первую очередь, я бы сказала, реконструкции фабрик, а именно юридическому оформлению собственности на так называемые советские бренды. Поэтому, к сожалению, мы сегодня видим утреннее юбилейное, юбилейное какое-то там подрое утро и так далее. Они считают, что у них настоящая юбилейная. Между тем, авторитетно хочу заявить, юбилейная у нас самая, что ни на есть, настоящая и производится по тому самому, еще с тех лет любимому рецепту. Вечная и нестареющая классика – это, конечно, хорошо, но надо двигаться дальше. Идеи новых сортов печенья могут предлагать все – от маркетолога до упаковщика. Но форму фантазиям придает главный технолог. Сейчас вот по плану экспериментальная выпечка. У этого печенья еще нет названия. Да что там, еще вообще неизвестно, попадет оно когда-либо на прилавок или нет. Ну, по типу домашнего оно сделано с целью его более таким популярным у населения и облегчить трудхозяек, чтобы дома меньше возились. Это совместная работа. Нельзя ее к какой-то там определенному, к человеку лицо отнести. Это командная работа. Сегодня она экспериментирует не только над составом, но и над очертаниями. Печенье в форме сердца. Такого здесь еще не было. Придумала сама. Видимо, что-то личное. Теперь переживает. Как запечется? А почему сердечко? Это что-то захотелось. Нестандартная форма у нас такой еще нет. Почему бы и нет? Почему бы не попробовать, да? Но с первых секунд к опытному образцу уже есть претензии. Сильно крошится. Его бы чуть-чуть, немножко надо все равно подработать. Провести с ним работа нам. Просто внешне не очень. Вот мы сейчас его посмотрим, покатаем. Возможно, что-то надо будет поменять в составе, в рецептуре, в технологии. То есть, такие моменты есть. Это небыстрый процесс. И, возможно, даже не один раз его придется таким образом сделать. А потом, когда оно приобретет нормальный вид с нашей точки зрения, да, мы его показываем, на дегустационную комиссию выносим этот продукт и показываем всем, как бы, сотрудникам, руководителям отдела, в том числе, там, торгового дома, отделу маркетинга. А дальше принимается по результатам дегустационной комиссии решение о судьбе этого продукта. Юлии Никулиной, главному маркетологу кондитерской фабрики, не раз приходилось вершить судьбы печенек. Поэтому именно сейчас она, как никто, понимает волнение технолога. Продукт должен обязательно иметь творческий подход, потому что он живой. Вы же дома печете? Это зависит, ваше настроение. Оно влияет на продукт? Да, да. То есть, когда вы его делаете с любовью, он очень-очень вкусный. А если вам грустно, то и печенье улыбается не так. Поэтому у нас вот этот творческий процесс, он никогда не прекращается. Раньше тесто для печенья на заводе раскатывали вручную. От того требования к претендентам на должность были особые. Кастинг проходили лишь мускулистые, выносливые мужчины. Смена длилась 12 часов, и все это время они работали скалкой. Кошмар любой хозяйки. Конвейер работает круглые сутки. Любое внеплановое отключение для промышленного предприятия считает ЧП. Чтобы заново растопить печи, запустить производство, нужно 7 часов. Произведенного за это упущенное время печенья хватило бы, чтобы накормить небольшую воинскую часть. Раз в полгода печи на кондитерской фабрике все же останавливаются. Не все, конечно. Никаких сюрпризов. По плану. Гарантийный ремонт. Австрийское датское оборудование замирает в ожидании. Скоро приедет он. Все проверит, прочистит и запустит снова. А пока у местных инженеров есть возможность задавать вопросы датскому коллеге Хенрику Расмуссену. Сколько угодно. Он, собственно, для этого и здесь. Как влияет скорость ротационной машины на качество продукта? Какие можно сказать по скорости нашей велосипеды? Какая скорость? Это выглядит хорошо. Да, это выглядит хорошо. Для нашей качества поиги? Конечно, нет. Это выглядит хорошо. В зависимости от оборудования, как вы бейте. Но, что вы видите здесь... Подождите, подождите. А если посмотреть на дисклей? Машины, которые стоят у нас в цехах, абсолютно все до единой, они зарубежного производства. Это не печь в обыденном смысле слова, и не только это вот линия, по которой идет, допустим, печенье, выпечку. Это настоящие автоматизированные комплексы, и в нашей стране нет возможности купить такие комплексы. И мы их приобретали у европейских поставщиков, у лучших европейских поставщиков, работали с ними так, чтобы они делали это все. Не только по, так будем говорить, массовому какому-то производству, по шаблону, по копирке, а делали под нас. И даже такая вот история у нас была, когда элементы печи, крупные блоки, которые собирались, естественно, в цехе, нам нужно было вносить. Мы это делали через второй этаж, вынимая окно и транспортируя краном. Кстати, моряки очень любили печенье. В средние века они набивали им трюмы и со спокойным сердцем отправлялись в путешествие. На протяжении нескольких месяцев печенье не черствело. Отличный походный вариант. Единственное, что грозило такому провианту – плесень. Все готово, и печенье по конвейерам спускается сюда. Вот уж где точно нет места творчества. Короб закрывается только с одной стороны. И никак иначе. Вешиваю по три тонны, по четыре, по восемь. Разное количество. В зависимости от ассортимента. Монотонность, конечно, присутствует. К этому привыкаешь со временем. И может даже для кого-то это скучно, а мне лучше монотонность, чем вот где-то что-то. Нервы, движения, действия. Мне лучше вот так. А вот интересно, едят ли кондитеры продукцию, которую сами же и производят? Своя продукция не идет. Уже всего накушался. Больше покупаешь такое сладкое, мучное. А это уже считается предметом работы. Упаковщицы, укладывая товар в короб, непременно оставляли на поверхности крохотную бумажку с цифрами. И вряд ли это личный номер телефона. Это номер укладчика. Каждый укладчик имеет свой номерок, чтобы могли видеть, чья рука укладывала в короб. Ну да, это нужно для того, чтобы потом выявить нарушителя укладки. Вкус печенья раскрывается в 11 раз ярче, если его запивать молоком. Кофе, наоборот, блокирует все приятные ощущения до того, как мы успеваем насладиться десертом. Сегодня маркетологи взволнованы пуще прежнего. Им предстоит оценить на вкус то, что они придумали и что так тщательно скрывали от посторонних глаз. Готова первая партия крекера с корицей. Его еще нет на прилавках магазинов. А вдруг потребителю не понравится? В масштабах кондитерского производства это шаг смелый и даже революционный. Мы так считаем, что это будет, в принципе, один из прорывных продуктов, потому что аналога его, как в принципе, нет в России. И этот продукт задумывался нам еще в прошлом году. Но вот в этом году мы решили как раз его создать. То есть эта композиция была собрана. Наконец, знаете, как вот не то, не то, не то. И тут вот наши технологи вложили очень большую долю. И они создали данный продукт достаточно гармонично. Допущены только профессиональные дегустаторы. Пробовать, нюхать, рассматривать. Они этому учились. Не каждый человек может, как в принципе, правильно оценить продукцию. Есть ряд правил, которые во время обучения, где сертифицируется, выдается. Полностью оценка обонятельных вкусовых рецепторов. То есть абсолютно здоровый, не имеющий никаких аллергических реакций человек, имеющий определенную базу знаний. То есть тогда сможет это правильно делать. Потому что наши специалисты проходят аттестацию. Всего два центра в Российской Федерации это делают. Мы в Екатеринбурге проходили. И каждые два года эти данные подтверждаются. Самое основное – это постоянно тренироваться и не терять базу навыков. Потому что, как в библиотеке, да, есть ряд авторов. И когда вам читают произведение, вы можете сказать, да, это такой-то автор. Вы его раньше слышали, читали правильно, и вы его инициализируете. Если в вашей базе данных вкусов или ароматики не существует какого-то компонента, к примеру, инжира, а он добавлен, либо фисташка в своем там восточном пении, она присутствует, и вы никогда раньше этого не слышали и не знаете, вы никогда не оцените этот продукт. Внешний вид, вкус очень вкусный. Что касается букета, как маркетолог, как вы оцените? Я считаю, что вот прям хорошо. То есть ничего лишнего, достаточно дольненький аромат присутствует. Больше нет. Прекрасная нежная структура, фарит во рту, прекрасное печенье. Мне не хватило немного вот вкуса рамы. То есть считаете все-таки дорого? Если вы его, почитаем, на натяжении слухохранения, возможно, он будет еще менее заметен, поэтому немножечко бы добавить. Хорошо, благодарю. Выскажутся и только тогда примут общее решение. В любом случае, этот вариант крекера с корицей не окончательный. Добавить корицы? Пожалуйста. Учесть пожелания заказчиков и потребителей? Обязательно. Крекер был либо вообще спокойно никакой, то есть у него классический вкус, как мы его называем, где просто сочетание немного соли, немного сахара. Был крекер сладкий, А это у нас уже с вами традиционная такая гастрономия, которая на все возможные потребления в течение дня рассчитана. Корица – это наш с вами уже давно принятый компонент. И, соответственно, интересно само то, что на данном продукте эта композиция еще никем не использовалась. Дырочки в крекере. Они нужны для того, чтобы крекер не набухал и оставался таким же тонким, каким мы его знаем. Кстати, раньше крекерам форму придавали вручную и дырявили их вилками и ножами. Потом придумали чугунные формы и дыроколы. Ну а сейчас, к счастью, за человеком все делают машины. Немного нового печенья крекеров с корицей отнесли в лабораторию. Татьяне можно и нужно пробовать печенье, прежде чем его подвергнут лабораторным исследованиям. Я люблю очень корицу, допустим. Кофе для меня с корицей – это всегда плюс. И мне очень нравится. Очень приятный такой запах, интересный. Такой новый оригинальный подход, так сказать. Каждые два часа к ней сюда прямо в руки попадают все пробные образцы печенья со всех конвейеров. Мало ли что. Если даже какой-то сбой происходит, то, понятное дело, это все сразу устраняется. Кажется, с новым крекером все в порядке. Маркетологи и технологи вздохнули с облегчением. Полученное значение должно соответственность у нас ГОСТу. По ГОСТу у нас щелочность должна быть не более 2 градусов. У нас получилось 1,2. Это значит, рецептурщик ничего не напутал. Творчество никакого. Инициативы все наказуемые. Не будет того вкуса, который должен был быть. Хотя тут в цехе особые условия. Шум и концентрация запахов. Сложно не потерять голову. Запахи концентрированные, постоянные. Поэтому дома уже иногда не хочется. Ни сладенького, ни солененького. Производство кондитерских изделий в некотором роде секретное. Опытный технолог, как бывалый чекист, будет молчать до последнего. И даже если вы прочли состав печенья на упаковке, это еще ничего не значит. Рецептура. Вот что имеет значение. Да, рецептура это наша коммерческая тайна, где конкретно указано количество ингредиентов, пошедших на изготовление той или иной продукции. А состав это общепринятая информация, которая выносится от потребителя на этикетку. Там ничего тайного совершенно нет. По приобретенной упаковке вы никогда не узнаете состав. То есть это можно как-то приблизить. Можно максимально, но точно вы никогда этого не получите. Нет, нет. Это только путем, ну, утечки информации, либо другими путями можно ее получить. Печенье затяжное появилось благодаря прекрасному событию. Женитьбе Марии, дочери российского царя и британского наследника принца Альфреда. В честь невесты одна известная пекарня изготовила галетное печенье. В его составе почти не было сахара и жиров. Галеты до сих пор рекомендуют тем, кто ведет здоровый образ жизни. Первую премьерную партию крекеров с корицей прямо с конвейера отвозят на склад. Ее уже ждет заказчик. А из печи тем временем стройными рядами выходят печенья безымянные. Плод фантазии главного технолога. Ну, я думаю, что все равно с ним еще, может, надо поработать. Его еще рано таким давать. И знаешь что, я бы еще попробовала массу добавить. Мне кажется, как тестовая мелковата. Поднять его, поднять его выше, оно будет, ну, более интересное. Хочется, конечно, чтобы оно сразу получилось, да и меньше с ним было дальше волокита. К сожалению, так не бывает. Вернее, бывает, но очень-очень редко. Ничего. Все в наших руках. Пахнет нормально, да? Горячо и вкусно. Очень горячо. Попробуйте сами. Оно горячее, наверное. Мягенькое, оно потом затвердеет, наверное. Конечно, из-за количества сахара, оно вот при разломе тянется, да? Вкусно. Серьезно, мне очень вкусно. Вкусно. Я бы покупала. Ну, знаешь, будем скоро покупать. Все. Просто кунжутные, вот это вот прям, они с кунжутом едятся, как семечки просто. Печеньки. Не раскрывайте нашу тайну. Их пока совсем немного, но, возможно, у них большое будущее. Они молоды, приятны на вкус и хороши собой. И даже если не отправятся в массовое производство, они все равно останутся в сердце той, для которой каждый сладкий эксперимент. Надежда, что придуманное печенье обретет долгую жизнь. В конце концов, если кому-то оно понравилось, значит, все-таки есть шансы. Это на промышленном производстве секреты, а у кондитеров тайны на каждом шагу. От них веет ванилью, пряностями, немного тмином, легким ароматом какао и детством, сладким и беззаботным. Иногда печенье – это что-то личное для нас, потребителей, и для тех, чья жизнь – сплошные крекеры, сахарные, затяжные и сдобные.